Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди, и это незапланированное видео. Что вообще произошло с ценой биткоина сегодня утром? Многие задаются этим вопросом. Что ж, давай объясню. Итак, сегодня утром CoinTelegraph опубликовал сообщение о том, что комиссия по ценным бумагам и биржам США SEC одобрила запуск спотового биткоин-ETF, сначала от iShares, а затем и от BlackRock. Абсолютно все в Твиттере, Телеграме и на Ютубе начали разносить эти вести о том, что SEC и Гэри Гэнслер наконец-то одобрили биткоин-ETF от BlackRock. Цена за несколько минут взлетела на 10%. Затем Эрик Балчунас, специалист по биржевым продуктам от Bloomberg, у него есть свои источники, сообщил, что сообщение о запуске спотового ETF-а ложное, а BlackRock сообщает, что их заявление все еще находится на рассмотрении у Гэри Гэнслера. После этого CoinTelegraph отредактировал свою новость, написав следующее. По сообщениям SEC одобряет запуск спотового биткоин-ETF-а. Шум был настолько большим, что слово по сообщениям даже попало в топ Твиттера. Еще несколько минут спустя CoinTelegraph и вовсе удалил этот твит. А вместо него опубликовал пост, в котором приносил извинения, а также сообщил о том, что они уже проводят расследование, как это произошло и кто в этом виноват. Разумеется, на этом фоне цена биткоина откатилась вниз и полностью обнулила все это движение. Есть несколько вещей, о которых стоит сказать. Во-первых, есть огромное количество людей, которые сразу же открыли лонговые позиции по биткоину после выхода этой новости на CoinTelegraph. Они думали, что получат сумасшедшие прибыли, ведь это же запуск спотового биткоин-ETF-а от BlackRock. А потом оказалось, что это фальшивые новости. Цена обвалилась обратно и огромное количество людей потеряли деньги. Как один единственный твит два часа назад привел к потере 100 миллионов долларов США. Биткоин-ETF многие с нетерпением ждали. Совсем недавно, в прошлую пятницу, SEC перевела заявку на преобразование Grayscale Bitcoin Trust'а в спотовый биткоин-ETF на новый этап. И даже не собиралась подавать апелляцию в проигранном суде против Grayscale. И сегодня внезапно произошло важное событие. Как сообщает CoinTelegraph, был одобрен биткоин-ETF от BlackRock. В ответ на это цена биткоина выросла с 27,7 тысяч долларов до 30 тысяч долларов. Однако, вскоре компания BlackRock объяснила, что такого разрешения SEC не давала. В связи с тем, CoinTelegraph принесла публичные извинения. Последствия? Более 100 миллионов долларов ликвидации. Причем, большая часть потерь пришлась именно на розничных инвесторов. На OKEX было больше всего. Затем на Binance, Bybit, Huobi и CoinEx. Так что это действительно безумие. Я не удивлюсь, если кто-то попытается подать на CoinTelegraph в суд. Возможно, даже коллективно. Потому что это не та новость, которую можно просто так выдумать и запостить. На таком огромном ресурсе, как CoinTelegraph на миллионы человек. Просто вот подумай, ты можешь представить себе, чтобы какое-то основное СМИ мира, например, Bloomberg, сказали, «Началась ядерная война, спасайтесь кто может». Представляешь, какая паника начнется? CoinTelegraph — это Bloomberg в мире криптовалюты. Одно из крупнейших СМИ. Зная, как сильно это влияет на миллионы людей в биткоине и криптовалютном пространстве, кто потенциально может пострадать от этого, постить такую информацию. Которую я даже знаю, откуда они взяли. Кто-то начал распространять такие же новости про запуск спотового биткоин-етфа слово в слово. Точно такое же сообщение затем спустя 39 минут опубликовал CoinTelegraph. И, видимо, они пытались опубликовать его быстрее всех остальных основных СМИ. И допустили ошибку. Далее, давай посмотрим, что сейчас будет делать комиссия по ценным бумагам и биржам США. Ведь они увидят это манипулирование ценами. Ведь это действительно выглядит как манипуляция. И это очень нехорошо. Комиссия тоже может сначала отложить решение по ETF. Ведь завтра, 17 октября, как мы видим, как раз и должен быть второй крайний срок принятия решения по BlackRock биткоин-етф. А также по заявкам от Fidelity, Invesco, Bitwise, Vanek, Wisdom3 и Valkyria. Но кроме этого, SEC может подать в суд на CoinTelegraph за манипулирование рынком. Новости про принятие спотового биткоин-етфа оказались фейком. Хотя это может показаться огромной манипуляцией. И безусловно, это она и есть. Насколько безумно взлетела цена биткоина за несколько минут на фальшивых новостях. А теперь представь, когда настоящий спотовый ETF будет одобрен. Что тогда будет? Надеюсь, это поможет точно определить, насколько масштабным будет это событие. А ведь некоторые говорили, что спотовый биткоин-етф и его возможный запуск уже были заложены в цену биткоина. Но, как мы видим, нет. Кстати, у тебя не возникло ощущения на этом росте, что у тебя недостаточно биткоинов. Это первый вопрос. А второй, ты не забыл, насколько быстро и резко биткоин может двигаться? И однажды в него будет заходить поздно. Меня зовут Богатейший Ди. Мы увидимся с тобой в новых видео совсем скоро. Пока. Пока.